Продолжаются споры по поводу присуждения главной премии «Оскар» в разделе «Полнометражный документальный фильм» в картине «Навальный». Что думает по этому поводу член Академии, той самой Академии, которая присуждает «Оскар» и Американской Академии кинематографических искусств и наук Александр Роднянский? Спросим у него прямо сейчас. Он гость моего канала. Приветствую, Леша. Приветствую, Женя. Так что ты думаешь по этому поводу? Расскажи, пожалуйста. Тут уже столько споров было, что повторяться даже неловко. Я искренне рад за фильм. Я считаю, что это отличный, на самом деле, результат голосования. Тут важно очень заметить, что это не некое жюри, не некие Соединенные Штаты, не Госдепартамент. Ни правительство, ни президент Соединенных Штатов голосует 10 тысяч, приблизительно 10 тысяч членов, среди которых очень много международных, то есть не американцев. Членов Американской Академии. И по результатам этого голосования компания PricewaterhouseCoopers подсчитывает голоса. Всего два человека знают результаты, и эти два человека независимо, по легенде, даже с чемоданчиками, пристегнутыми наручниками к руке, прибывают на церемонию. Становится с двух сторон сцены, и с тем, чтобы выходящие на сцену в презентеры наград не перепутали, не ошиблись. Один раз недавно, если помните, была знаменитая история с путаницей, когда объявили «Ла-ла-ленд» по той причине, что в Уоррен Битте пожилой человек зашел не с той стороны, и взял конверт, в котором были результаты от прежней номинации. И поэтому произошла ошибка. А так, два человека стоят, статуэтки знаменитые «Оскаровские» не подписаны, там постамент пустой. И очень забавно наблюдать по завершению церемонии, как стоит очередь победителей за тем, чтобы им выгравировали их имена на статуэтки. То есть об этом никто не знает, это честное голосование. И мне кажется, что результат этого голосования вызван был несколькими факторами, из которых важны, первое, качество фильма. Это вполне ликвидный, напряженный, увлекательный политический триллер, сделанный средствами документального кино. Второе, это, конечно, часть современного мира, это глубоко встроенный в реальность фильм. Про персонажа, который является глазами всего мира. Я понимаю, что в Украине совершенно часто встречается иная точка зрения. Но во всем мире это лидер российской оппозиции. Поэтому огромное большинство членов Академии, я бы даже сказал полностью все члены Академии, голосуя за этот фильм, полагали, что они высказываются по поводу путинского тоталитарного режима. И что репрессии внутри России являются частью этого режима, так же, как и агрессивная война в Украине и военные преступления российской армии в Украине. Вот эти два фактора, качество фильма и уверенность в том, что это современное, актуальное и важное высказывание принесло ему победу. И это принципиально. Дальше уже начинаются интерпретации, понятное дело, огромного количества моих соотечественников, которые, конечно же, были недовольны. И в своем естественном, я понимаю, что сегодня все, что связано с Россией, с русскими и россиянами, вызывает полную идиосинкразию. Начали высказывать недовольство. Но тут важно опять же таки заметить, что речь идет не о российском фильме, а о фильме канадского режиссера, сделанном за швейцарские и немецкие деньги. И снятом за границей в Берлине о лидере российской оппозиции. Это не российская картина победила, это международный фильм. Равно как один из фильмов-конкурентов был не украинским фильмом, а фильмом известного очень датского режиссера Саймона, снятым в Украине. Поэтому тут очень важно как бы снять излишнюю, что ли, политизацию. Дали русскому фильму, наградили русскую культуру. Тут договариваются уже до того, что чуть ли не Путин победил иногда, мне кажется, а не фильм о Навальном. Победил фильм о лидере российской оппозиции, снятый после того, как его пытался убить российский режим, отравил новичком. И частью этого фильма являются те самые знаменитые эпизоды, когда они звонят этим всем членам этой группы, ФСБ или как там эта организация называется, которые непосредственно принимали участие в отравлении Навального. Посему, ну как бы глазами всего мира, без сомнения, кроме людей, которые разделяют цели режима в России, и те, кто оскорблен фактом вообще наличия российского героя в награжденном фильме в Украине, все остальные восприняли это награждение как безусловный, ну что называется, заявление, statement по-английски, в отношении российского тоталитарного режима. Ну и от себя я бы добавил, что на самом деле в центре фильма фигура Христа Грозева, болгарского журналиста-расследователя, ну он болгарский по национальности, на самом деле он живет давно в Европе, и вот там подробно-преподробно рассказано о том, как он установил, что за Навальным вели слежку, его преследовали многие, сразу там несколько, по пять, по шесть, по восемь сотрудников ФСБ, и вот подробно, скрупулезно рассказывается вся эта детективная история о том, как планировалось, несколько раз совершалась попытка покушения на Навального, и как она... Все верно. ...все-таки произошла, да, то есть... Все верно. Он вышел на сцену, Христо Грозев, он был там, стоял, вместе с другими персонажами фильма. Понятное дело, что реакция во многом еще была связана с появлением на сцене, на сцене семьи Навального, высказываниями его супруги Юли, естественно, раздражение в отношении внешнего вида, уж слишком они красиво были одеты. Тут я опять же скажу, как человек, который все-таки по меньшей мере как-то видел 30 церемоний, я сейчас не шучу, я посчитал, я видел полностью 30 церемоний, на девяти был лично и в трех принимал участие в качестве номинанта. Так вот, я очень хорошо знаю все детали и технологию этой церемонии. А расскажите, расскажите. Да, это важно. Во-первых, туда нельзя прийти не в дресс-коде. Он, что называется, твердое, жесткое и окончательное требование. Он называется black tie, что в переводе на практический язык, смокинг, лучше с бабочкой, как максимум такой фривольности позволит себе черный галстук. Но раньше даже делали замечание. Сейчас на сцену вышел Дэниел Ройер с черным галстуком, но в смокинге. И женщины в вечернее платье. Это форма. Если хотите, униформа. Это обязательно. Это как бы Оскар, 95 лет. Это давняя традиция. Эти традиции предусматривают определенного рода регламенты и правила. Праздники, но красная дорожка, нельзя не пройти через красную дорожку. Все, кто проходит как участники съемочных групп, приглашенные специально и получившие места в партере, это очень сложно. В зале помещается, ну, допустим, там, я не помню точно, там две зали кинотеатра Долга, где традиционно проходит церемония Оскара, получается, помещается приблизительно 2000 человек. А членов Академии, только их приглашают, 10 тысяч. Если вы умножаете на два, то это 20 тысяч человек. Обычно же люди приходят с женами и мужьями. А номинированные еще и просят дополнительные билеты. Потому что есть члены съемочных групп, их жены и мужья, есть мамы, папы и жены, в смысле и прочие родственники, которых обычно благодарят со сцены. И это очень жесткая система отбора гостей, которую подчас проводят даже лотереи. То есть, как бы, сначала удовлетворяют потребности номинантов, а затем на оставшиеся места среди членов Академии проводят лотерею. То есть, выпало, вот сегодня у тебя есть билеты. То есть, это вот так. Ну, как бы, приглашают, естественно, еще отдельно руководителей студий, стриминговых платформ, но они обычно с фирмами, которые представляют, тоже приходят. Так вот, не прийти празднично одетой невозможно. Это просто не примут. Это невозможно. Больше того, очень много было случаев, когда люди выходили с политическими заявлениями, но это все репетируется заранее. Накануне, но имеется в виду церемония. Всех номинантов предупреждают о том, что на высказываниях вы хотите говорить в одиночестве или два человека, или три, выделяется 45 секунд. Может быть, на главной номинации минута. Но вы вот смотрите, они же специально обыграли в начале церемонии, как они будут уводить со сцены. Там как бы в танце несколько молодых людей затоптали Джейми Киммеля, который ведущий был церемонии, и после его 12-минутного первого традиционного обращения ко всем сидящим в зале, они его как бы в танце вывели со сцены. То есть, иными словами, там обычно повышается музыка, поднимается, и людям не дают говорить. Отключаются микрофоны, потому что это идет прямой эфир. Он идет на канале ABC. Жестко, очень регламентирован. И, соответственно, говорить можно очень коротко. Это я говорю о том, что если Дэниел Ройер процитировал Навального и сказал его словами о захватнической кровавой войне, которую развязал Путин в Украине, то у Юлии Навальной в течение ее 14 секунд, которые у нее оставалось, не было времени повторяться. Они между собой явно разбили. Все, кто выходят на сцену, все пять номинантов, никто не знает, выйдут ли они на сцену, но у каждого из пяти есть заготовленное обращение. Я несколько раз заучивал свои слова и не выходил, но я это помню отчетливо, при том, что других нет, потому что вам нужно высказаться внятно. Вы понимаете, у вас полтора миллиарда человек зрителей, вам нужно выглядеть хорошо, не спотыкаться, у вас всего 45 секунд, и надо готовиться. Вот они подготовились и между собой разбили выступление. Я, говорит Дэниел Роер, скажу про Христа Грозева, про Навального, про войну в Украине, посвящу фильм всем политическим заключенным в мире, таким как Навальный, а ты обратишься, как жена, естественно, к мужу и скажешь «Stay strong, my love». Вот, собственно, все, что и произошло. Я понимаю, что у многих, многим хотелось больше особенностей в Украине, но что поделаешь, мне тоже хочется больше. Плюс еще скандала добавило в Украине такого, как бы я даже сказал, раздражения чудовищного, отказ президенту Зеленскому в обращении, вот уже второй раз подряд, второй год подряд, «Оскар» отказывает. Но он отказывает не Зеленскому. Тут важно это понимать. Я не адвокат «Оскара». Меня никто не поручал говорить. Я, более того, ни с кем не советовался по этому поводу, хотя знаю руководителей академии. Но я точно понимаю, что произошло. За 95 лет истории награды, профессиональной награды Американской академии кинематографических искусств и наук ни один политический лидер, включая американских президентов, не выступал со сценой. Никогда. Политики появлялись только в связи с теми фильмами, которые побеждали и в которых они принимали участие. Ровно так, как появилась Юлия Навальна. Иначе невозможно. То есть, иными словами, как я понимаю «Оскар», если бы появился среди номинантов сильный фильм про Владимира Зеленского, и он бы победил, то президент, если бы он сидел в зале, мог бы выйти на сцену как его герой и обратиться к залу. Но я даже не уверен, что если бы фильм не победил, а был бы просто номинирован, у него бы была такая возможность. Это маловероятно. Это «Оскар» настаивает на том, что он говорит о жизни и о политике. Он никогда не утверждал, что он далек от политики. Это неправда. Очень многие почему-то стали упрекать, что «Оскар» как бы якобы настаивает на своей неполитичности, а в этот параллельно награждает фильм о Навальном. Неправда. Огромное количество исторически фильмов, представленных на «Оскаре» и побеждавших там, были политическими фильмами. Но это были фильмы, вот что очень важно. Это не были политики и никогда не был создан прецедент для того, чтобы появился политик и обратился к огромной аудитории. И это для «Оскара» важно, потому что если в следующем году, например, или через два года, президентом окажется Трамп или сам Сантос, то Академия не хочет создавать прецедент, чтобы президент Соединенных Штатов сказал им, ну слушайте, вы же дали возможность президенту Украины? При всем уважении, надо сказать, что Зеленский безумно популярен в Голливуде. Опять же таки, очень многие в Украине начали обвинять Голливуд чуть ли не про российскости. Это настолько смешно звучит, насколько может смешно, я даже не знаю, что может быть более смешно. Голливуд 100% проукраинский. Нет, 99, 100% проукраинский. Количество голливудских звезд, приезжающих в Украину, выступающих в поддержку Украины, давящих на американское правительство и требующих поддержки Украины, участвующих в сборе денег в пользу Украины, руководители студий, которые все, без исключения, создали крупнейшие, например, Netflix, программы поддержки украинских кинематографистов и возможности поддержки их проектов. Все очень проукраинское, но есть правило, есть регламент создать прецедент выступления большого политика, даже столь популярного, который вызывает совершенно беспрецедентное восхищение, каково вызывает Владимир Зеленский сегодня, они посчитали невозможным. И поэтому он не выступал. Не потому, что это отношение к Украине и к выбору позиции в отношении этой войны. Это не так. Россия осуждается. Решение о присуждении этому фильму о Навальном это лишнее свидетельство, до какой степени осуждают Россию. Потому что глазами повторюсь, американцев и членов академии это пощечина тоталитарному режиму. Ну хорошо, а вот что касается второго фильма, который тоже рассказывал об Украине, Дом из щепок, да, вот прозвучала такая мысль, кто-то из уважаемых блогеров написал, что вот были прецеденты в истории Голливуда, когда приз один в одной номинации разделялся. Почему академики не подумали о том, что в данном конкретном случае можно присудить одну премию двоим? Ну вот чувствуется, что люди, которые это говорят, ничего не знают про Оскар. В Оскаре не было ни одного случая, когда бы один приз делили два фильма. Это бывает и возможно только в случае существования жюри, например, на Каннском кинофестивале столкнулись мнения девяти членов жюри и президент жюри говорит, друзья, мы проспорили 28 часов, давайте примем решение и не пришли к общему мнению, давайте примем решение и разделим и точно так вот были, например, делили призы фильмы «Жестяной барабан» Фолькера Шлендерфа и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Вот это было, но это Каннский кинофестиваль, это жюри, состоящие из девяти человек. Повторюсь, десять тысяч человек голосуют, закрытое голосование. Ни один человек не знает, сколько проголосовало за тот фильм, за другой, за третий или четвертый, их всего пять. Мы своими глазами, конечно, говорим об украинском фильме, но там был другой фаворит, о котором, собственно говоря, спорили значительно больше. Это была картина американская, документальная, выигравшая Венецианский кинофестиваль. Это очень важный фестиваль, один из двух главных в мире наравне с Каннским. Документальный фильм выиграл конкурс Венецианского фестиваля. Бывает, не часто, бывало, но в этом году случилось. И фильм на одной из самых важных тем в Америке, самых громких, о которой был написан, на материалах, которая была написана одна из самых популярных нонфикшн книг за последних пару лет, книга знаменитого журналиста О'Кифа о семействе Саклер. Саклеры это владельцы крупнейшей фармацевтической компании, выпускающие знаменитые эти опиоиды, более утоляющие таблетки на протяжении нескольких десятков лет, подсадившие миллионы людей в Америке на эти таблетки, более того, вызвавшие эпидемии болезней, поднявшие уровень смертности, при этом семья громкая, активно участвовавшая в благотворительности, меценатская, например, в главных нью-йоркских музеях были как бы везде их имена, причем это несколько поколений, и вот этот громчайший скандал, более того, был снят недавно, появился игровой сериал, который по-английски назывался Dope, Доза, по факту, я не знаю, как его по-русски перевели, то есть, иными словами, важнейшая тема, фильм назывался All the beauty and the bloodshed, то есть, красота и кровопролитие, и вот этот фильм считался фаворитом наравне с Навальным, фильм датского режиссера Саймона, при всем моем уважении, я посмотрел фильм, это достойная документальная картина о детях украинских, очень трогательная, очень эмоциональная, но она как бы более обычная, что ли, ну, тут представьте себе, кинематографисты голосуют, естественно, они традиционно пытаются поддержать более свежий, более острый, более яркий, более необычный фильм, это же Оскар, поэтому голосуют либо за All the beauty Тиэн де Блачетт, вот как я думаю, разделились голоса, либо за фильма Навальным, поэтому, как бы здесь не надо искать, что называется, тройных каких-то конспирологических объяснений о том, что кто-то, кому-то, чего-то, нет, голосовали за фильм живые люди, которые, как правило, смотрят фильмы, академики смотрят фильмы, это не, я, поверьте, знаю это очень хорошо, более того, когда проводишь там последний, месяц-полтора в Лос-Анджелесе перед церемонией, то точно знаю, что компаниями очень часто смотрят, дома есть кинотеатры, люди собираются, сегодня посмотрим два таких фильма, а завтра два таких, больше того, в процессе конкурентной гонки все и устраивают эти просмотры, самый главный инструмент продвижения фильма это возможность, способность организовать просмотры и пригласить наибольшее количество академиков, поэтому у каждого фильма есть так называемый чемпионс по-английски, или, ну, своего рода, так сказать, бабисты, ага, его послы, посланцы, амбассадоры, как хотите, то есть, это, как правило, очень большие фигуры, выступающие в поддержку конкретного фильма, они приглашают, они рассылают, они, более того, даже приходят на просмотры и принимают гостей, и у фильма о Навальном были знаменитые, большие, такие, как бы, впечатляющие чемпионс, я не помню даже кто, но кто-то из больших звезд, чуть ли не Леонард Ди Каприо, там, и так далее, ну, очень большие, и, естественно, это, когда включаются в дело люди, которые жестко, очень твердо выступают за тот или иной фильм, они привлекают к нему внимание, еще один фактор, незадолго, как всегда, до Оскара, состоялось вручение награды британской киноакадемии, БАФТа, британская академия важнейшая, там тоже, там порядка шести тысяч членов, из которых тысячи полторы пересекаются в членстве с американской киноакадемией, на БАФТе, в силу, ну, как бы, понятной позиции английского общества по отношению к этой войне, и она очень жесткая, она однозначно в поддержку Украины, естественно, на БАФТе победил Навальный, и те люди, которые, как бы, во-первых, голосовали уже за британскую кинонаграду, и те, которые видели о том, что фильм получил эту награду, естественно, были в известном смысле подвинуты к этому решению, потому что, когда видишь, что картина выигрывает, у тебя уже есть, ну, как ни крути, некий фактор, это далеко не всегда совпадает, вот я помню, мы с Левиафаном выиграли Золотой Глобус, это считается часто индикатором, но у меня было чувство, и оно подтвердилось на вручении на, это, до Оскара, при том, что мы были номинированы, и шли ноздря в ноздрю, как говорят, с замечательным польским фильмом Ида, нам не хватило, а Ида выиграла, и вот точно так же могло бы получиться и с Навальным, но видно, все-таки фильм был уже до такой степени раскручен, так двигался, так привлекал к себе внимание, вызывал такое количество прессы, что члены Академии, они же живые люди, они читают Нью-Йорк Таймс, Нью-Йоркер, Лос-Анджелес Таймс, Атлантик там, и кучу всяких либеральных, потому что Академия в основном очень либеральная, она на процентов 95, это очень известно, демократическая, в сторону демократической партии, они, конечно, считают огромное количество социально релевантных, таких активных политических изданий, и эти издания писали о Навальном много, Навальный большая фигура, вот эти факторы и повлияли, и вызвали, естественно, желание у огромного количества академиков поддержать именно эту картину. Говорят, что вы голосовали за фильм Навальный, и не скрываете это, так? Не скрываю, но я посмотрел все фильмы, я даже не эти пять посмотрел, я посмотрел фильмов 20 документальных, ну, я же не шучу, слушайте, я, у меня есть позиция по жизни, особенности, она, два таких принципа, один, я придерживался всю жизнь, а второй, я вот для себя принял окончательное решение чуть больше года тому назад, первый, я принимаю решение в отношении кино исключительно на основе своего понимания кино, и ничего больше, ну, ничего больше, я не могу согласиться с тем, что вот я проголосую за фильм, который мне нравится меньше, чем другой, на основании неких посторонних третьих факторов, ну, в силу того, его политической важности, релевантности, я голосую за лучше, это принципиальная, какая моя позиция, я много лет ее придерживаться, я могу ошибаться, меня может подводить вкус, я могу чего-то не понимать, наверное, как любой человек, но я опытный кинематографист, родившийся в семье кинематографистов, закончивший киноинститут и всю жизнь работающий уже несколько десятилетий, честно говоря, в кино, я своему вкусу что ли привык доверять, первое, а второе, я принял для себя решение, я не вру, поэтому на вопрос, за кого я голосовал, несмотря на то, что я очень хорошо понимаю отношение к фильму Навальный в Украине, я честно вам говорю, да, я голосовал за этот фильм. Хорошо, а вы считаете отношение к фильму Навальный и к самой фигуре Навального, которое широко распространено в Украине, справедливым? Слушайте, я как бы в отношении Украины у меня очень понятна позиция, я считаю, что сегодня эмоционально позиция понятная, ну просто я же сказал, это и Дернг России, идиосинкразия ко всему русскому. Понятно, я не буду никого из украинцев упрекать или там как бы раздражаться или обвинять несправедливости за то, что они не хотят, чтобы фильм о российском политике, даже столь оппозиционном, бескомпромиссно оппозиционном и сегодня находящимся за решеткой, более того, подвергаемым пыткам, вот, даже в этом случае, когда они говорят, что им неприятно, я понимаю, почему. То есть, для меня это понятно, я никого не упрекаю, не особо спорю, я просто говорю о другом, что давайте разберемся, на пользу ли это Украине или нет. Вот, мое глубокое убеждение состоит в том, что награда фильму Навальный на пользу Украине, потому что это пощечина режима, режиму. Нет человека более ненавидимого лично Путина, он его ни разу по фамилии не назвал, нет человека, которого они бы больше боялись, не случайно они его там прячут. Фильм этот запрещен в показе в России, его нельзя увидеть, слава богу, его выложили сейчас бесплатно в онлайне и все, кто хочет, может посмотреть и это очень важно. Больше того, Оскар этому фильму привлечет внимание россиян, что важно, потому что речь идет о бескомпромиссном критике режима и оппозиционере. Вы посмотрите, как в России сообщали об этом Оскаре. Заголовок московского комсомольца на Оскар наградил фильм о событиях в Омске. Ну нормально? Ну нормально это. О событиях в Омске он не наградили фильм. Не о Навальном, а о событиях в Омске. В каких событиях? Дождь пошел или что, я не знаю. Вот и все. Поэтому мне кажется, что с точки зрения интересов борьбы украинцев за победу, поддержка этого фильма она важна. Потому что я глубоко убежден, что все равно Россия останется соседом Украины в том или ином виде. она будет существовать. И в какую-то минуту, помимо того, чтобы победить и освободить захваченные территории, украинцы, конечно же, будут думать о том, как бы превратить или как бы условно говоря гарантировать свою безопасность от соседней страны. да, можно навсегда построить стену и можно жить армией, как живет условно Израиль или как живут две Кореи между собой, держа там это в абсолютном напряжении своей экономики как бы с перевесом в сторону военных бюджетов и как бы держа на границах огромное количество войск. Можно так, но при этом идеально было бы, конечно, превращение России в некое другое демократическое, если это возможно, общество. Поэтому я убежден, что на каком-то этапе огромное количество украинцев, когда победят и освободят территории, повторюсь, и Украина сможет задуматься о следующем этапе, о жизни и о безопасной жизни. Тогда начнут думать о том, что должно произойти в России для того, чтобы она стала, перестала быть угрозой. И мне кажется, что оппозиционер под именем Алексей Навальный, я не являюсь там условно его фанатом, последователем. Если бы у меня был российский паспорт, я бы не обязательно за него голосовал. Не об этом. Я о том, что наличие его как политика означает совершенно другой уровень свободы общества. Он обязан принимать участие в выборах. Он обязан говорить и обращаться. И это важно для меня. Дальше. То, о чем мы сказали, сама фигура Навального. Ну, сложная фигура, но при этом я все-таки читаю очень много. Я вижу, что он с 2014 года осуждает агрессивную войну. Он считает ее нарушением международных стандартов и норм. Я понимаю, что аннексию он не признал, но знаменитая фраза его про бутерброд, когда он сказал, ну да, окей, захватили в нарушение, незаконно, но при этом это все-таки, ну как бы Крым, там живут люди, и это не бутерброд, чтобы его туда-обратно возвращать. Надо проводить референдум. Сказал он неаккуратно, ну как бы совершенно точно фразу, с которой не согласны, ну, если не все, то подавляющее божество украинцев. И я тоже не согласен. Это не та фраза, с которой бы я согласился. Но важно заметить, что сегодняшняя его позиция прямо противоречит. он сегодня признал и требует в его этих требованиях, конечно, границы 91-го года, без всяких там референдумов и обсуждений. И это важно. Ну, я на самом деле только еще раз хочу обратить внимание наших зрителей, кому интересно, разумеется, кто готов, ну, кто думает иначе, но готов проверить свою собственную правоту фактами. Вот эта фраза про бутерброд возникла во время очень жесткого, недружелюбного интервью, когда Навального буквально собеседники прессовали, спрашивали о том, а вот если вы станете президентом, как вы поступите с Крымом, вы его вернете или не вернете, бла-бла-бла. И в какой-то момент, ну, вот это, если угодно, был эмоциональный срыв, это звучало примерно так, да что вы ко мне придолбились. Да. Вы неужели ипотек был такой, вот неужели вы не понимаете, что я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что если я скажу, что я думаю целиком, полностью, мне еще сейчас одну уголовную статью приклеют. Вот. Посмотрите, пожалуйста, во вчерашнем моем разговоре с Ксенией Лариной мы об этом подробно говорили, и там даже есть ссылка на просто расшифровку этого разговора, который, конечно же, был, на мой взгляд, абсолютно провокационным. В самом начале разговора Навальный говорит, что аннексия Крыма это преступление против международного права. Точно. Я бы еще добавил, что, к сожалению, очень многие украинцы невольно, и это, кстати, свидетельство эффективности российской пропаганды, повторяют придуманные этой самой пропагандой тезисы о Навальном националисте, имперце, участнике русских маршев. Он был 16 или 17 лет назад на русском марше, потому что ему не давали разрешения на проведение собственных протестов. Он присоединился, он потом неоднократно высказывался, и вообще я верю в возможность человека меняться. Да, люди могут совершать ошибки, но если они их признают, если они говорят вслух о том, что сегодня их позиция такова и придерживаются этой позиции достаточно долго, то, на мой взгляд, это достаточно серьезное политическое решение, потому что это российское представление о твердолобом якобы навсегда и точно одной позиции придерживаемся человеке привело нас к этой негативной селекции в российской власти, где, ну, как бы на протяжении многих лет отбирали, ну, просто лояльных, а сейчас должна с них требовать как с умных, как сегодня говорится, да, а лояльность и ум это разные вещи. Навальный живой человек, и он действительно много лет находился в жестком сопротивлении режима, и он многое для этого сделал, я думаю, что у него нет партии, но у него есть поддержка, и он, конечно, очень силен во всем том, что называется борьба с коррупцией. Все главные антикоррупционные скандалы в России были созданы фондом по борьбе с коррупцией Навального и им лично. Я уже не говорю об этих знаменитых фильмах про путинский дворец или он вам не Димон, которые посмотрели по 100 миллионов и больше человек. Это огромная совершенно аудитория, и мне кажется, очень важно в этой ситуации на самом деле поддерживать такого рода оппозиционеров. Ну, вы знаете, я бы еще напомнил украинской части моей аудитории, что среди чрезвычайно популярных, уважаемых украинских политиков, которые, что называется, горой сейчас стоят за Украину, которые очень много сделали для Украины в период ее независимости и даже просто только в самые последние годы были люди, которые других взглядов придерживались, мягко говоря. в далеком и недалеком прошлом. Послушайте, да первый президент Украины Кравчук был человеком, который полжизни проработал в системе ЦК КПСС, ЦК КПУ в идеологическом отделе, который был, ну, если угодно, оплотом страшного реакционного консерватизма похлеще, чем в Москве. Да. Все так. Правда ведь? Он был секретарем ЦК КПС. И из этой среды человек вышел и переродился и стал первым президентом независимой Украины и много для этой независимости сделал. О таких примерах, я думаю, что мы можем найти. Жень, это очень важный момент. Почему это произошло? Ведь Кравчук в роли секретаря ЦК КПУ по идеологии ходил на публичные дискуссии во время перестройки с Рухом. Он дискутировал с Черноволом, с Лукьяненко, с Хмарой, со всеми лидерами Руха. И именно он, он выработал, ну как бы, он заработал какую-то симпатию и уважение за счет своей публичной позиции, замечательного родного украинского языка и умения полемизировать. И поэтому, когда ГКЧП случилось, и в Москве, надо сказать, что миллионы людей вышли на улицы, ну не вам это рассказывать, не тебе это рассказывать, вышли на улицы и победили этот путь, то в Киеве, в Верховной Раде представители, собственно говоря, коммунистической партии и Руха и провели переговоры о создании независимой Украины. То есть, иными словами, старая элита с прежней элитой договорились и создали независимое государство. Это очень важный пример того, что, скорее всего, в России, если и произойдут какие-то процессы, то они будут сходные. Они будут сходными, потому что придется и необходимо договариваться и с прежними элитами и подключать, безусловно, в какой-то солидарный демократический фронт всех разных, столь индивидуально действующих или разгромленных, находящихся кто в тюрьмах, кто за границей, лидеров демократической оппозиции. Иначе это не получится. Поэтому громить со своей стороны одного из самых харизматичных и бескомпромиссных лидеров, ну, тоже, мне кажется, неразумно. Это, ну, как бы, хотя бы нужно думать о будущем, хотя бы с этой точки зрения. Можно не любить, не соглашаться, не признавать, но при этом нужно думать, а как мы дальше, как мы выстроим? Мы же с Путиным никогда не сможем жить вместе и с его режимом не сможем жить вместе. Это все очень опасно. А вот этот человек, который утверждает, прямо утверждает, Украина в границах 91-го года без референдумов, без обсуждений, репарации, назовите их гуманитарной помощью, я не знаю как, деньги за нанесенный ущерб и, конечно, военные преступники, суды. Это важно, он же все это признает. Это уже существенные факторы, которые ничем не отличаются от позиции, например, руководителей Украины. Александр, а вот скажи, пожалуйста, в связи с спорами, которые сейчас тоже вскипели, в особенности они открыто, шумно ведутся в среде российской политической эмиграции. Можно ли поддерживать призывы к тому, чтобы с отдельных, скажем так, одумавшихся или находящихся в процессе пересмотра своих взглядов олигархов, так называемых, или, скажем так, крупных бизнесменов вроде Абрамовича, Фридмана и других снимать санкции, если они перейдут или уже перешли, что называется, на сторону света, на сторону добра? Ну, смотрите, я попал в ловушку того, что я сказал раньше, да, что я не хочу врать. Я очень хорошо, ну, во-первых, про Романа Абрамовича, он не обращался никому, он не писал писем и ничего себе не требовал. Он этот год пытается быть полезным и в том числе и Украине, и России, обменивая людей и пытаясь, как бы, ну, как минимум, усадить за стол переговоров в разные стороны. Насколько это успешно? Не знаю. Имеет ли это потенциал? Не знаю. Но он бы мог сидеть за границей, ничего не делать, ждать разрешения ситуации и попивать себе кофе или что-нибудь еще тихенько, как делают очень многие. Он этого не делает. Он приезжает, меняет, и это очень известно. Об этом говорили неоднократно руководители разного уровня Украины. Это первое. Второе. Я сейчас его не защищаю, я говорю о том, что он не просит. Второе. Я очень хорошо знаю и Фридмана, и Авена. Более того, у меня были особые отношения много лет. Авен был председателем совета директоров компании СТС Медиа, которой я руководил. Естественно, у меня были очень... Я поэтому и спрашиваю. Я же не просто так, Лёш. А Михаил Фридман естественно был акционером. Я знаю их личную позицию, но говорить о ней не буду, потому что я не уполномочен. Они же живут. Я знаю одно. Моя позиция сводится к следующему. Я считаю, что о санкциях во время войны, когда убивают людей и бомбят города, о санкциях в отношении пусть демократически настроенных, очень либеральных, хорошо образованных и лично приятных людей, говорить нельзя. О снятии. Потому что пусть закончится война, а дальше можно писать кому-то, кто хочет письма. Я бы на месте и Михаила Маратовича, и Петра Олеговича публично бы писал, уже не разговаривали бы юристы, а публично. Ну, ребят, мы считаем, объявил бы, что эти санкции несправедливы. Но очень мешает то обстоятельство, что они публично не осудили войну. Я понимаю, почему. Я понимаю количество людей, работающих на них. Я понимаю количество этих самых активов. Но кого в Украине-то это волнует? Слушайте, кого волнует судьба предприятий Альфа Групп, очень талантливых предприятий, созданных, без сомнения, самыми, или одними из самых одаренных бизнесменов, которые вообще могут быть. Они очень одаренные. Это вот, ну, я узнаю, просто работал много лет. Но, как можно сегодня говорить о санкциях, да еще и выборочных, избирательных, да еще и о людях, которые, ну, как минимум, не осудили. И это по-прежнему связаны. Мне не кажется это правильным. По-любому, я считаю, что подобные истории лучше обсуждать публично. Тогда не попадешь в эти сложные ситуации. Потому что сам факт, что мы сегодня с вами обсуждаем их, им не идет на пользу. Это вот на самом деле, если бы не хотели добиться результата, обратились бы, написали письмо и так далее, и так далее. Могло бы быть, может быть, и лучше. Может быть, еще бы люди какие-то подписали. Вот я видел интервью Бенедиктова, к которому не обращались за подписью. Он сказал, я бы подписал. Ну, почему нет? Подписал бы, если бы публично обратились. Но, повторюсь, позиция моя здесь проста. Пока война идет, санкции должны быть на месте. А дальше, в каждом конкретном... А дальше никто не... Никто не конченый, да? Любой человек, поменявший свои взгляды, любой человек, который перешел на сторону добра, заслуживает... Ну, если не прощение, то понимание, как минимум. Ну, а иначе, как секретарь ЦК по идеологии страны под названием Украинская Республика в составе СССР, страны, в которой сажали за украинский национализм, причем на жестокие сроки, вот, стала президентом первым Украины. Иначе, если все должно быть жестко и принципиально, мы понимаем, что у людей может быть другая жизнь, может быть другой шанс, может быть изменение. Мы же это признаем, значит, раз так, конечно, мы понимаем, что и у скрупнейших предпринимателей, которые, извините меня, предприниматели, они же не политики, они же не принимали политические решения, и я не знаю ни одного бизнесмена, скажу вам честно, в России, который бы поддерживал войну. Это все треп, это шизофрения, ни один не поддержит. Их бизнесы, чтобы сегодня Путин там им не рассказывал, мне нравится, причем эта фраза, когда он к ним обращается, когда вы там, мы знаем этих людей, которые говорили, мол, деньги держать на Западе надежней, а потом пауза такая хитрая, а теперь он спрашивает, а почему теперь? Не потому, что ты устроил войну, не потому, что ты утопил в болоте собственную страну, не потому, что ты уничтожил огромные бизнесы, созданные не тобой, а талантливыми людьми на протяжении десятков лет. Не поэтому разве? Ну вот, поэтому я считаю, что бизнес подстроится под совершенно другую страну, заплатит за это, выступит, будет действовать иначе, просто они находятся, они на самом деле в каком-то смысле и бенефициары, и заложники этого режима. Поэтому я не собираюсь сейчас их оправдывать, никого и прочего, но я убежден, что у них у всех будет второй шанс. Ну что ж, Александр, спасибо большое. Александр Роднянский, знаменитый кинематографист, продюсер, в прошлом, основатель, кто забыл об этом, одного из лучших украинских телеканалов, один плюс один, член американской академии, которая присуждала Оскар, был гостем моего канала, канала, который носит мою имя и фамилию, очень просто запомнить, Евгений Киселев, и неплохо на него и подписаться еще, а также поддержать вопросами, лайками, комментариями, всем чем угодно. Спасибо вам всем большое. Спасибо. И всего доброго. Спасибо, Жень. Всего лучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова